Всем привет, с вами Gnum и в этом ролике я поделюсь с вами шестью не очевидными фактами о новом режиме Hearthstone поля сражений. Первый факт самый простой, большинство игроков о нем в курсе, но тем не менее есть множество людей, которые не знают о нем, а также люди, которые просто сомневаются, они слышали, но не уверены, так ли это или нет. Это общий пул фигур. Все подобные игры, не только в Hearthstone, но и любые подобные автобаттлеры базируются на одном принципе. Это один общий пул фигур на всех игроков, участвующих в одной партии. Это означает, что когда 8 человек заходят в партию, им выдается всегда один и то же, всегда одинаковый набор фигур. Уже посчитали, сколько экземпляров каждой фигуры есть в пуле, какой шанс получить эти фигуры на том или ином уровне таверны, но принцип такой, что всегда на всех игроков выдается один набор фигур. Это означает, что если вы взяли какую-то фигуру, представьте, что это мешок, да, где набор фигур, если вы вытащили какую-то фигуру, вот таких фигур, там мешки стало меньше и получить их труднее. Поэтому популярные фигуры найти труднее, их сразу все хватает. И если вы видите, что кто-то что-то уже уверенно собирает, это означает, что если вы будете собирать ту же стратегию, те же фигуры, вам будет труднее их найти, потому что их в мешке стало меньше. Второй факт. Золотой Зерус. Все игроки наверняка видели Зеруса, этот оборотень за три звезды, который может превращаться в любую фигуру. Но тут возникает вопрос, бывает ли золотой Зерус и что происходит, если такого золотого Зеруса собрать? Во-первых, да, золотой Зерус бывает. Существует ровно один способ собрать золотого Зеруса. Это купить трех обычных Зерусов в один ход. Собрать их иначе нельзя, потому что как только вы купите хотя бы одного Зеруса и передадите ход, он будет превращаться в рандомные фигуры, в любые, кроме самого себя. То есть Зерус никогда не превратится обратно в Зеруса. Он в таком виде только в первый ход. Если вы за один ход покупаете трех Зерусов, они собираются в тройного Зеруса, в золотого, и золотой Зерус превращается точно так же в рандомные фигуры, но в золотые. То есть золотой Зерус сразу превращается в золотую фигуру. Факт номер три. Токены тоже могут собираться в триплеты. Надо уточнить, что такое токены. Токенами обычно называют существ, которые не являются картами. Ну вот, например, есть котик самый маленький, самый стартовый 1.1. И когда мы его разыграем, он призывает брата котика, такого же 1.1, но он как бы призывается на бутылку к краям. Или, например, Мурлок 2.1, который тоже зовет хвостиком Мурлок 1.1. Вот эти вот хвостики, которые призываются, они называются токенами. Так вот, не все знают, но такие токены тоже могут собираться в триплеты. Вы можете не собрать, например, триплет оригинала, но если вы собрали именно на столе три одинаковых токена, они соберутся в триплет и позволят нам раскопать карту на один уровень выше. Тут важный момент. Вот, допустим, мы купили трех котиков одинаковых, и они собрались в мега котика размером аж 2 на 2, триплет, и тот позвал друга тоже, золотого токена 2.2. Так вот, этот золотой токен 2.2, он отличается от обычного котика 1.1. И если мы соберем вот этого золотого котика 2.2 и двух котиков 1.1, они не соберутся снова в триплет. Нужно именно три токена собрать для того, чтобы сработало. Но если собрали, то, пожалуйста, полноценный триплет, полноценная раскопка. Здесь есть небольшой лайфхак. Такой герой, как Држеглот, который может обилкой удвоить Баттлкрая, может позволить нам собрать триплет токенов, не собирая триплет юнитов. То есть мы, например, на первый ход выставили, скажем, котика. Да, у нас один основной котик, один второстепенный. На четвертый ход мы апгрейдим таверну. На следующий ход у нас 5 монет. Мы можем за 3 монеты купить еще одного такого котика. У нас один на столе, один в руке. Прожимаем обилку, выставляем, и один котик зовет двух токенов. Получается, один токен был, еще два получили. Они сливаются в триплет, и мы таким образом получаем триплет. Следующий факт. Это путаница в игре с звездами и монокостами. В самом режиме Баттлграундов нет такого параметра, такого термина, как монокост. Хотя в самом Харстоне у каждой карты есть параметр монокост. Это сколько маны нужно заплатить, чтобы эту карту разыграть. Если вы откроете свою коллекцию, вы увидите, что у каждой карты есть монокост. Но, во-первых, в Баттлграундах карты перемешаны относительно этих монокостов, смещены. А во-вторых, их там нет вообще. Там вместо этого параметра звезды. Ну, казалось бы, и хрен с ним. Но в игре есть путаница. Например, взять робота 6-4 в Баттлграундах. На нем написано. Когда он умирает, вы призываете случайное существо за 4. То есть написано текст его обилки из обычного Харстона. И мы думаем, раз мы играем в Баттлграундах, значит за 4 означает 4 звезды. Потому что здесь только звезды, здесь никаких монокостов нет. И мы ожидаем, что из этого робота будут падать 4 звездочные юниты. Но нет, из этого робота может выпасть существо 2-3, которое находится на уровне 5 звезд. Из него может выпасть зверь 5-4, который адаптирует Мурлок, который 6 звездочный. Ну, 3-1 может выпасть механизм, хотя он здесь 3 звездочный. Почему они выпадают из этого робота? Потому что в обычном Харстоне они стоят 4 маны. В Баттлграундах маны нет. Но в Харстоне стоят 4 маны, поэтому они могут выпадать из робота. Представьте себе, ну вот допустим, мы с вами играем в обычный Харстон. Это нелогично, это странно, но мы можем это понять, мы можем догадаться. Мы можем вспомнить, что, ага, вот этот зверь 5-4, он стоит 4 маны, поэтому он хоть и 6 звездочный, но он падает из робота. Это странно, но в общем-то я могу это понять, почему это так. Представьте, что вы человек, который не играл никогда в обычный Харстон, который заинтересовался новым режимом Баттлграунда, и говорит, о, буду играть в Баттлграунда, что, нормальный режим. И вот он читает на роботе, написано, умирает, выбрасывает четверку. Он вообще слыхом не слыхал ни про какие монокосты, он знает только звезды. Не тут ему падает там зверь 5-4, или там мужик 2-3, который таунты бафает за 5 звезд. Вот, что он должен подумать? Каким образом этот человек должен догадаться? Это просто взрыв мозга для него будет, если ему никто не объяснит, хрен он сам догадается. Ну, либо пойдет в коллекцию смотреть, что-нибудь там допрет, но это настолько нелогично, настолько странно. Мне кажется, что все-таки нужна какая-то единая система, но чтобы как-то это логично было. Сейчас это мега тупо, но тем не менее, вот так. На текущий момент работает именно так. Ну, и последний момент, это некоторые странности с таймером, со временем хода и временем закупки. Может быть, вы иногда обращали внимание, что вот иногда нам дается, ну, слишком мало времени на закупку, там, впритык. А иногда времени столько, что хоть сходи, покури. Очень странно, как-то скачет таймер. Не в смысле, что вначале всегда мало, а потом больше, это понятно. Ну, иногда там и в лейте мало времени дается, а иногда там и в мидгейме очень дается много времени. Какой-то таймер очень скачет. Плюс, может быть, вы обращали внимание, что у вас бой еще идет, начался раунд, у вас еще идет бой, а другие люди уже что-то там закупают, триплеты собирают, магазины повышают. Мы же видим слева эти иконки, мы видим, я дерусь, а он там апнул магазин. Почему так? Почему я еще дерусь, а он апает магазин? Дело в том, что ход здесь не делится на ход закупа и ход драки. Нет, это все один ход. Он начинается в момент драки. Все строго по таймеру начинают драку в один момент. Те, кто закончили драться раньше, а не раньше других, попадают в магазин. Если быстро отстрелялся, иди закупайся. Если ты быстро воюешь, у тебя будет много времени на закупку, пока остальные там заканчивают драку. Если ты воюешь долго, то, соответственно, ты можешь отставать и ты можешь страдать. И вот здесь бывают такие забавные казусы. Предположим, у вас существо размером там 100 на 100, а вы дополнительно дали ему еще яд. И каждый раз, когда он дерется с каким-то любым другим существом, помимо того, что они подрались, там же еще отдельно такая анимация. Чуть игра притормаживается, анимация яд, умирает в корчах. И бывает у вас огромное существо с ядом, а там целая фабрика токенов 1-1, ну, знаете, механизмы, да. Бам! Анимация. Там существо 100-100 с ядом, надо обязательно рисовать анимацию, что тут существо 1-1 умерло от яда, иначе никак. И вот бывает, что вот эта вот анимация, она прям ворует ваше время, которое вам необходимо. Все вот эти анимации, да сразу это все отнимает ваше время. Поэтому, вот, например, если у вас прям громадное существо, и вы думаете, ну, а что, дам еще яд не повредит, то лишним не будет. Иногда, иногда может повредить, потому что эти анимации воруют ваше время. На этом наш супер короткий ролик подошел к концу. Оставляйте ваши комментарии под видео. Напишите так, явился ли для вас хоть один из пяти фактов новостью, или вы знали все пять фактов и так. Кроме того, может быть, вы знаете какие-то свои факты, которых я забыл рассказать, тоже напишите в комментариях. Спасибо, друзья, за просмотр. Всем пока.